грубо говоря, бежать и везти за собой людей в другое помещение. Эйфория того, как рассказано, она просто немножко теряется. И благодаря нашему бывшему мордовскому сенатору, уроженцу нашего района Владимиру Васильевичу Летюшкину, который спонсировал и выделил деньги на пристрой в дом-музее, в выставочный зал, в очень коротких сроках это все произошло. Вот за каких-то 5 месяцев выставочный зал был построен, и уже юбилей, кстати, 40-летию, 5 лет назад выставочный зал был открыт, и наши работы, в общем, копийные работы в бане «Ведность» перешли к нам сюда. Так что я предлагаю, как я всегда говорю, посмотреть на сказку. Внутри они пловые, но мы рады, потому что это у нас есть. Здесь появилось, и люди, которые никогда не были знакомы с работами этих скульпторов, они даже не понимают, что это копии, они удивлялись и говорят, вам, что такое скульптор можно сделать. Сразу, чтобы узнать, что инструкторная сила, она очень большая, и сделана из тысячи кусочков кубрачу. Так что за основу была какая-то большая часть, и вот небольшие вот такие кусочки, они просто были заклеены. Но спирт к этому клею до сих пор не могут ничего найти. Все думают, что это очень большой. А почему? Да потому что тогда Энди приехал в Аргентину, он вовремя обратил и по этой стороне, он вовремя отдавался ее природой и жил в определенный момент с им детями, в их прелии. И тогда вот этим мужчинам, Эльзи, им понравилось, что они даже открыли ему состав, уникальный состав прелии. Впоследствии вот этот прелий, вот он, например, и это применял вот на своей скульптурах. Так что сейчас мы имеем возможность, даже школьникам, которые сейчас, знаете, драматично, нам надо видеть, что школьник вот там станции какие-то идти, но сюда вот они, в этот музей, нам очень часто ездят или искусственный камень. Я понимаю, это 3D, хоть я, в смысле, 3D. В последнем реле, конечно, имя сексуальная Энди, оно поднимается все выше и выше, полиеризируется, проводят разные конкурсы и чтения в его честь, даже в Саратове и Северзинские чтения. У нас здесь вот уже, как я вам сказала, и этот вот конкурс, который раньше у нас здесь называлось «Своющее дерево», но благодаря в этом году выигранному гранту называется «Наследники Эльзии». Вот на нашей земле, здесь в Паре, он проходит уже четвертый раз. Поэтому я вам очень рада, что каждый раз вы видите, вижу новые лица, знакомства, которые продолжаются. Вот некоторые возвращаются к нам на такие вот региональные конкурсы. Так что будем надеяться, что в итоге ваша работа заняла достойное место в нашей арейской культуре. Это весна с летущими полями, безнольное лето. А как хороша осень, раскрашены яркие золотые цвета. На его картинах мы можем увидеть всю красоту пейзажа Ордацовского района. Геннадий Иванович экспонировался в Кривеческом музее. Выставить его экспонировалось в Кривеческом музее, в районном Доме культуры. Геннадий Иванович неоднократно участвовал в фестивале «Шумбрат Мордовия», становился лауреатом этого фестиваля конкурса. Дальше перемещаемся. Самодеятельный художник Татьяна Александровна Селанисова. Живописи не училась, а пишет свои картины по зову сердца и тяге к живописи. Она любит писать окружающую ее природу, цветы, которые растут и в поле, и в саду. Особенно Татьяна Александровна любит изображать животных. У нее много картин с изображением лошадей. С большой нежностью художник относится к картам. Татьяна Александровна неоднократно участвовала в фестивале «Шумбрат Мордовия», была его лауреатом. Здесь она присутствует. Давайте спросим ее впечатления. Я хочу сказать, что все дети любят рисовать. Дети все рисуют. И в садике, и в школе. Но потом, когда становятся взрослыми, они почему-то забывают об этом своем увлечении и перестают рисовать, хотя многие умеют. А я вот, в отличие, наверное, от других людей, не повзрослела. И поэтому до сих пор очень люблю рисовать и писать маслом. Вот мои картины. Вот пишу, можно сказать, не для того, чтобы кому-то там понравиться, а просто по зову души. Вот то, что именно на самом деле мне очень дорого и близко. Вот свой котик. Вот этот котик, а это я называла подражание Дерину. Все знаете у Дерина, это же его коты, белые коты. А мне хотелось вот такого сидячего котика сделать. У лошадей люблю. Стараюсь их изображать. Вообще и цветы, и цветы, и цветы. Вот и все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Красно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok